На фоне постоянно возрастающей в Европе военной активности в Беларуси принимается комплекс мер адекватного реагирования на обострение обстановки. Об этом в последнее время сказано немало. Данные деятельности по обороне безопасности нашей страны носят плановый характер и предполагают несколько этапов. В рамках первого этапа в ответ на концентрацию войск вблизи северо-западных границ Беларуси слушайте, а это уже под 90 тысяч человек. Военные люди и те, кто служил, хорошо знают, что такое концентрация. Таких войск такого не было никогда. В ответ на это к нами выводились усиленные танковые механизированные батальоны для прикрытия государственной границы. Вы это видели на Ашмянском и Поставском направлениях. Как я говорил, мы уже лоб в лоб стоим североатлантическим блоком. Отработаны вопросы недопущения проникновения на нашу территорию диверсионно-разведывательных групп, незаконных вооруженных формирований и борьбы с ними, как в целом поддержания порядка на приграничных территориях. Также на этом фоне проведена внезапная проверка с отмобилизованием и приведением полную боевую готовность соответствующих механизированных и зенитно-ракетных бригад. Ну и последнее вы видели, наверное, по телевизору. Масштабная проверка сил военно-воздушных и противовоздушных. Данные проверки показали эффективность существующей системы боевой и мобилизационной готовности, способность бригад своевременно перейти в высшую степень боевой готовности и выполнить задачи по предназначению. В настоящее время проводится ротация войск прикрытия на северо-западном направлении. Воинские части, отдельные механизированные бригады, не называю ее имя фактическое, занимают новые районы оперативного предназначения. На смену им выдвигается усиленная батальонно-тактическая группа из состава другой, отдельной механизированной бригады. Сегодня мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования. Для его проведения генеральными штабами вооруженных сил Беларуси и России предусмотрена проверка сил и средств совместной региональной группировки войск, в рамках которой впервые планируется отработать вопросы применения нестратегического ядерного оружия. В ходе проверки будет осуществляться подача спецбоеприпасов в ракетные и авиационные воинские части, загрузка их на пусковые установки и подвеска на самолет. Ракетные дивизионы оперативно-тактических комплексов «Искандер» и отечественных зенитных войск «Полонез» будут скритно выведены в назначенные позиции и будут отрабатывать вопросы нанесения ракетных ударов для отражения вероятного нападения на Беларусь. Одновременно авиационные воинские части подготовят фронтовые штурмовики Су-25 со спецбоеприпасами по поддержке обороняющихся войск и нанесению противник неприемлемого ущерба, о чем я говорил на Всебелорусском народном собрании. Мероприятия будут проводиться на общем оперативно-стратегическом фоне с отработкой, в том числе российскими войсками, применение нестратегического ядерного оружия. Об этом следствия массовой информации уже сообщили. Для получения оперативной информации нам помогут воинские части Московского и Ленинградского военных округов, а также силы и средства Балтийского флота, размещенные в Калининградской области. Решение на совместную координацию, отработку и применение наших войск с Российской Федерацией использования спецбоеприпасов мы завтра обсудим с президентом России и примем окончательное решение. Непосредственно управление руководством войсками подача сигналов на учебное применение нестратегического ядерного оружия будет осуществляться генеральными штабами Беларуси и России в соответствии с существующими планами взаимодействия. Особо отмечу, что проверка носит исключительно оборонительный характер. Она призвана обеспечить готовность белорусских воинских частей к работе со специальными боеприпасами, а также отладить механизмы управления войсками и взаимодействие союзных органов управления. По завершению совместной тренировки наши войска продолжат мероприятие по адекватному реагированию на изменение обстановки.